Ребята, всем привет! Леха, как всегда, с вами готов поделиться хорошим рецептом, который я надыбал на просторах инстаграма. Это называлось как мини сырный Веллингтон. Меня это очень заинтересовало. Я попробовал дома, и вы знаете, мне понравилось. Я, конечно, внес свои коррективы. Как мне показалось, они, с ними получилось хорошо. Но первый раз, когда я дома сделал, я профукал прожарку. У меня стейк получился внутри well done. Хочу попробовать сегодня вместе с вами сделать, приготовить. Это, короче, формат очень интересный. Порционный кусок стейка вместе с шикарными грибочками, какими сейчас сегодня скоро расскажу. В общем, все должно быть вкусно. Единственное, что главное не зафоршмачить с тематикой прожарки, а именно приготовления в духовке. Я думаю, давайте без лишних слов, потому что и так бы их уже много было произнесено. Давайте начнем. Сейчас уже на дворе вечер, так что скоро, наверное, ночь в ночь будем сегодня снимать. А что, ночной дожор? Короче, погнали! Для начинки я буду использовать грибы, которые называются лисичками. Но грех не воспользоваться этим. Сейчас, кстати, вы знаете, у меня на канале, я так понял, что есть хейтеры лисичек. Вы что, с ума сошли? Ну, посмотрите на это. Ну, посмотрите. Ой, ты куда-то побежал. Ну, посмотрите. Ну, вот как этот гриб можно не любить? Какого хрена? Они рыжие. Рыжие же это душевные всегда люди. Дениска, привет. Короче, что мы делаем? Я не очень сильно их нарезаю. Ну, то есть, вот так вот хаотично, потому что все равно это потом у нас приведет все в хаотичное состояние. Блендер. У меня 150 грамм. Если нет лисичек, можно использовать вешенки, либо шампиньоны. Тут уже как бы без разницы. Дальше, что мне понадобится? Это один болгарский перец небольшой и луковица. Опять же, небольшая. Я ее нарезаю на полукольца. А теперь переместимся на сковородку. Наташа, покажи, как ты это делаешь. Классно. Странно, что вы не пишете в комментариях о том, что я очень много разговариваю, потому что, мне кажется, я действительно очень много разговариваю. Но это же мое кулинарное шоу. Че хочу тут, то и делаю. Добавляем 30 грамм сливочного масла и ждем, пока оно подтопится. Сливочный вкус здесь просто обязан быть. Все делаем пока на среднем огне. Все ингредиенты забрасываем сюда. Вначале грибы, они сейчас впитают сразу в себя маслице. Затем сюда идет болгарский перец. Слушайте, зачем я это говорю? Я же только что-то нарезал. Вы же все прекрасно понимаете. Прожариваем до мягкой, до готовности. У нас идет середина процесса. Самое время, чтобы добавить специи. Это халапеньо. Острый. Я добавлю немного. Для некой такой остринки хорошей. Мы сегодня делаем ужин для нас с Наташей. С Наташенькой вернее. Свежемолотый перец. Чтобы немножко снизить остроту халапеньо. Следующее, что я добавлю, это соль. По вкусу. И очень важная тема. Это называется вустерширский соус. Вустер его еще называют... Короче, вот так Наташа говорит, надо сделать, чтобы ребята увидели. Хорошая тема, ребята. Очень рекомендую. Просто даже к мясу можно добавить. Вот столько я отправляю сюда. И последнее, что нужно будет сделать, это добавить один зубчик чеснока. Так, сейчас подождите. Вот так обязательно, чтобы был топор. Без топора, как говорится, и каша ни о чем. Так ведь говорят вообще обычно, но так, как ты думаешь? В народе люди. Ну да. Все, вот теперь перемешиваем и продолжаем процесс. Сейчас еще где-то 2-3 минуты. Зажарка готова. Теперь нам надо с вами ее перемолоть в некую пасту. Смотрите, я для этого буду использовать билендер. Вроде так его называют. Главное это сделать аккуратно. Все пересыпаем в чашу. После этого надо все это сблендерить. Только смотрите, не очень много. Должны попадаться все кусочки. Все, приводим к такому состоянию. Ребят, пока мы здесь записывались, сейчас я вам расскажу все, что мы дальше делаем. Ну вы же понимаете, что балабойство превыше всего. Смотрите, какой у нас красавец пришел. Маленький ежик. У нас, правда, здесь очень много. Особенно в конце лета. Слушай, а давай-ка мы ему сырочек дадим. Брат, если ты любишь сырочек, я назову тебя чеддер. Смотри, ну, ну, ну. Ой, тихой, господи, ест. Что это такое? Давай. А что это, Наташа? Эй, это мясо. Итак, давайте я пока вам расскажу, что мы сейчас делаем. Во-первых, что касается соуса, вернее начинки, которую мы с вами приготовили. Сейчас мы тебя накормим. Смотрите. Во-первых, сейчас нужно проверить по соли. Если вдруг вам мало, то обязательно нужно ее добавить. После этого просто оставляем и можем двигаться дальше. Что сейчас я делаю? Я замариновал стейки. Не из ежика, господа, честно, не из ежика. Это, если я не ошибаюсь, чакролл. Добавляю просто соль, перец и немножко оливкового масла. А после этого будем сейчас все это дело прожаривать. Смотрите, что сейчас будет происходить. Прожаривать стейки я буду ровно по минуте с каждой стороны. А после этого мы с вами приготовим специальный соус уже для этого Веллингтона. Блин, Натах, ну покажи. Еще разочек. Давай я попробую. Смотрите, какой классный. Он маленький, пока еще не боится ничего. Не знает, какие люди, козлы, бывают. Классный. Вообще не скрывается совсем. Видно, нет? Да. Вообще золото. На среднем огне на сковородку я добавляю 40 грамм сливочного масла. Добавляю сюда одну столовую ложку с горкой муки и сразу же начинаем вмешивать. Очень важно, чтобы сейчас не было комочков. Посмотрите, какая консистенция у меня получилась. Такого жидкого некого соуса. Все, дальше действуем. Понадобится молоко. Лучше, чтобы оно было такой более-менее комнатной температуры. 150-160 миллилитров. Смотрите, я ввожу молоко и сразу же вмешиваю. Далее по специям я добавляю соль, так как сыр у меня не очень соленый. Небольшую щепотку. И немного свежемолотого перца. Вот столько. Дальше у нас идет дело за сыром. Здесь его где-то порядка 100 грамм натерт на терке. Обычный сливочный сыр, ребята. Я не загонялся в этот раз по поводу моцареллы, там еще чего-то. И теперь на чуть ниже среднем огне начинаем вмешивать. Если вы будете готовить этот соус, то от плиты не надо отходить. Посмотрите, вот я интенсивно делаю вот эти вот движения. Посмотрите, он равномерный. Он не должен быть слишком густой сырный соус, да? Он должен получиться. Смотрите, след сколько идет. Храп, хряп, хряп. Это будет классный, классический такой сырный соус. Обалден, мне он очень нравится. По соусу действия абсолютно такие же. Обязательно попробуйте его. Поймите, нужно вам добавить соли, может быть перца. Но он должен быть очень сливочный. Он не должен быть слишком соленый. Потому что сам стейк мы солили. Нет в этом никакого смысла. Ну а все, двигаемся дальше. Дальше у нас идет тесто. Все это запечатываем. И будем сегодня готовить на Команда Джо. Но по идее, дома я готовил в духовке. Получилось отлично. Но только еще раз повторюсь. Надо не прогадать с температурой. Пока я думаю, что прожарка. Что-то около medium rare. Может быть, rare. Я надеюсь, во всяком случае, я так не хочу зажарить. Это же говядина, черт ее возьми. В этот раз я купил тесто слоевом дрожжевое. Собственно, как и первый раз, когда я готовил. Смотрите, я немножко в муке вот так вот добавлю. Чтобы все это не прилипло. И немного раскатаю. Я его немного уменьшил. Все, погнали дальше. Мне понадобится сыр. Я использую гауду. Можно моцареллу, на самом деле. Надо только сделать так, чтобы это было все по центру. И чтобы стейк у нас... Давайте проверим, что у нас с стейком получается. Ну что вообще, как просто дочка в школу. Беру начинку грибную. И кладу полностью на сырочек. Так, чтобы он полностью располагался на нем. С расчетом, естественно, на два стейка. Понадобится одно яйцо. И по краям мы вот так вот смазываем. На всю эту красотулечку мы кладем стейк. Вот так. Теперь осталось все это закрыть. Как мы это с вами будем делать? Давайте, наверное, вот так вот. Красиво поджимаем здесь. Насколько красиво, судите, конечно, только вам. Вы же у нас спецы в красоте. Потом вот так вот. Что-то я, наверное, немножко подтяну даже здесь. Чтобы было, да. Так лучше. И теперь вот эти вот штуки. Вот так. И, соответственно, вот так. Ну что, по-моему, чудно получилось. Переворачиваем. Сверху я опять же покрываю смесью белка и желтка. По всей поверхности. И присыпаю кунжутом. По приготовлению. Я до этого готовил дома. То есть у меня было 200 градусов и 20 минут. У меня получился well done. Исходя из чего, я делаю вывод, что мне хватит 10 минут при 200 градусах. Но единственное, я буду сегодня работать на Камадо Джо. Я не знаю, как он себя проявит. Честно вам скажу. Что я делаю? Я, значит, ставлю два отсекателя. И кладу на специальном камне керамическом сюда, хотел сказать, пиццу. Да нет, маленькие стейки в Веллингтоне. Закрываю крышкой и оставляю на 10 минут. Камень при этом, кстати говоря, халук. Кто-то говорил, что по поводу хачапури по-ожарски надо класть на горячие камни. Не знаю, вот все источники, где я читал про Камадо Джо и про все эти камни, говорится о том, что надо ставить именно холодно. Ну я не знаю, ребят. Пицца кладется на горячую. А хачапури там долго делается. Ну, относительно, конечно же. Встречаемся на представлении блюда. И посмотрим, вообще получится ли. Я так хочу, чтобы прожарка была идеальная, честно. Продолжение следует... Погнали! Прожарка, вы видели, получился... Ну, я бы сказал, медиум, даже медиум вэл. Ну, не вэлдан хотя бы. Потому что такое мясо губить, конечно, вэлданом. Но это просто... Я не знаю, это... Это ужасно. Это просто ужасно. Какой я ранимый, да? Давайте... Сверху, естественно, мы все это полили сырным соусом. Ой, ва-ва-ва-ва-ва. Так вообще-то не запланировано было. Ладно, давайте, погнали. Ребят, ну это классно. Это действительно очень похоже на мясо Веллингтон. Это все... Только единственное здесь лисички. Просто представьте себе. Те, кто любит... Вот если вы не хейтер лисичек, это очень вкусно. Вот эта вот смесь. Сыр внутри. Блин. Я, если честно, ни разу стейк не ел вообще в принципе в сочетании с сыром. Но я считаю, что это бред. Я так его и буду считать. Потому что поливать, например, сырным соусом, особенно от Хайнс, да? Обычный стейк, который у тебя прожарки, там, например, ну там, medium rare. Ну это глупо. Но что касается здесь, оно больше напоминает некий пирожок. Только при этом у тебя прожарка а-ля medium, а-ля medium well. Ну, отлично чувствуется мясо, отлично чувствуется начинка в виде лука и перца и грибов. Единственное, скажу за себя, мне по остроте просто великолепно. Ну, озвучь свое мнение. У меня островато, да. Да, Наташа показалась островато. Видите, ребята, у меня отбиты рецепторы напрочь. То есть я двух вещей вообще сейчас не чувствую. Это горечи в пиво, потому что я пью такие сорта, которые обладают бешеной горечью. Я получаю удовольствие. Я вот сегодня купил там, ну, не для рекламы, штамбир, например, себе, да. Я понимаю, что вот сейчас мы закончим, сядем нормальненько там здесь посидеть. Я дам Наташе попробую, она мне скажет, Леха, как ты это пьешь? Это невозможно. И то же самое со мной происходит с остротой. Я ее не чувствую. Поэтому, если вдруг у вас нету халапеньо, не надо его туда добавлять. Добавьте, может быть, немножко побольше того же самого свежемолотого перца. Можно немножко присыпать чили. Но легкая остренька, согласитесь, должна здесь быть. А так, в целом, очень годный рецепт. Мотайте семеноус, но я могу сказать, что вот эта штука на двоих. Если понравился данный рецепт, ставь палец вверх, либо палец вниз, если тебе не заходят такие приколюхи. Мне кажется, что это очень действительно годный праздничный рецепт. Может быть, единственное, что мясо получается по стоимости дороговато. Но вы когда делаете тот же самый Веллингтон, чаще всего берется вообще вырезка. Она еще дороже, чем то, что мы сегодня использовали. С вами был, как всегда, Алексей Грельков. Подписка на основной канал. Ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока. Ну и где-то здесь сейчас шарится у нас чеддер. Подрастет, будет большой. Такой наш сыр. Да, ребята, ежик сегодня не пострадал. Я очень люблю... Вообще, храните природу, мать вашу. Серьезно, это же просто великолепно. Пока, ребят. Всем хорошего настроения. Пока.